Здравствуйте! Вы слушаете Вести Магнитогорск на Маяке в студии Мария Клименко. Мощи Блаженной Старицы Матроны Московской прибудут в Магнитогорск с 12 по 14 октября. В храме Покрова Пресвятой Богородицы будет прибывать ковчег с частью мощей Блаженной Старицы. Она является одной из наиболее почитаемых святых 20 века. Близость к народу, простота, нестяжательность, прозорливость, любовь и помощь ко всем приходящим и нуждающимся. Все это сделало святую Старицу близкой и любимой для каждого верующего. Еще до официальной канонизации Святой Матроны к ней на могилу приходили тысячи людей со своими просьбами. И печалями даже после кончины она помогала всем, кто с чистым сердцем и верой прибегал к ее ходатайствам, отметили в Магнитогорской епархии. Ковчег с частью мощей Блаженной Старицы переносится в пределы Магнитогорской епархии с родины Святой Матроны из Тульской епархии. Встреча ковчега состоится 12 октября в 10 утра по адресу проспект Ленина, 139А. В городе Металургов продолжается сбор гуманитарной помощи мобилизованным. На базе общественно-политического центра, расположенного по адресу Набережная 2, собирают спальники, туристические коврики, теплые зимние вещи. В магнитогорские пункты сбора гумпомощи посылки приносят не только горожане, но и жители ближайших районов. Так, по словам волонтеров, совсем недавно помощь пришла из Агаповского и Кизильского. В акции принимают участие большое количество горожан. И все, что сейчас есть в центре, результат сбора за последние три дня. Посылки приносят и пожилые люди, и молодежь. Самое необходимое сейчас это зимние спальные мешки стандартного размера и туристические коврики, теплые зимние вещи, а также медицинские бинты и жгуты. Набор продуктов принесла Аделия Мерзоева. У нее в рамках частичной мобилизации были призваны семь членов семьи – двоюродные и троюродные братья. Так необходимые сейчас спальные мешки и туристические пенки каждый неравнодушный житель может принести в общественно-политический центр по адресу улица Набережная 2. Начиная с 6 октября сбор будет осуществляться по будним дням с 9 до 19 часов. В Магнитогорске работает горячая линия для помощи семьям мобилизованных. В администрации города работает многоканальный телефон, по которому жители могут задать любые вопросы. Консультационную помощь членам семей военнообязанных, призванных в рамках частичной мобилизации, окажут специалисты администрации города ежедневно с 8.30 до 5 вечера по телефону 49-85-40. Также за консультацией граждане могут обратиться лично в будние дни по адресу проспект Ленина 72, кабинет 111 и 112. В поселках Магнитогорска идет строительство сетей в рамках реализации программы до газификации. Порядка 350 домовладений в этом году будут подключены к газу. В поселках Приуральский, Новотуковы, Малиновые работы по строительству газораспределительных сетей будут выполнены в этом году. Сейчас заявок для участия в программе до газификации, период реализации которых 22-24 годы, подано более тысячи. Мероприятия по проектированию и строительству сетей газопотребления в границах собственных земельных участков по приобретению газопотребляющего и измерительного оборудования осуществляются владельцами домов самостоятельно за счет собственных средств. Для частичного возмещения затрат по инициативе губернатора Алексея Текслера в регионе предусмотрены дополнительные меры социальной поддержки. Льготы положены одиноко и совместно проживающим пенсионерам, достигшим 65 лет, многодетным семьям со среднедушевым доходом, не превышающим двукратную величину прожиточного минимума на душу населения, а также семьям с детьми-инвалидами и инвалидам первой и второй группы. Стало известно, сколько магнитогорцев прислушиваются к своему внутреннему голосу при трудоустройстве. Сервис по поиску работы выяснил, как часто магнитогорцы руководствуются интуицией при выборе профессии и насколько эта практика эффективна. В вопросах приняли участие экономически активные жители города. 87% магнитогорцев прислушиваются к интуиции, 40% часто, 47% иногда, причем чаще всего доверяют внутреннему голосу. Женщины 78% против 71% среди мужчин. Среди тех, кто полагается на свои ощущения при поиске работы, каждый второй уверяет, что интуиция его не подводила. Причем больше всего тех, кого не обманывают при чувстве, среди магнитогорцев до 34 лет. Для 10% опрошенных все оказалось лучше ожидаемого. Каждый четвертый признал, что интуиция его подвела, и компания не оправдала его надежд. А сейчас о погоде. Сегодня, в пятницу, 7 октября, по данным гидрометцентра, в Магнитогорске ожидается дождь, температура воздуха плюс 12, ветер юго-западный 3 метра в секунду, атмосферное давление 727 миллиметров у ртутного столба. Это была программа «Вести Магнитогорск». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова